В самом конце 90-х белорусский МАЗ и немецкий МАН создали совместное предприятие МАЗ-МАН, которое занялось выпуском тягачей. У них были мановские кабины, двигатель и коробка передач, но чисто мазовское шасси. В 2005 году поставки кабинных модулей немолодой серии F2000 прекратились, а на замену им пришла чисто мазовская кабина, из-за чего машины получили прозвище «МАЗ-МАЗ», а вскоре немцы вообще вышли из состава учредителей. После этого предприятие решило заняться выпуском нестандартных грузовиков для специализированных задач. Плюс белорусы освоили производство снегоболотоходов, погрузчиков и прицепов. Что касается автомобилей, то им достались двигатели МАН и коробки ЦТФ. Рамы, сохранившие прежнее название «МАЗ-МАН», делал самостоятельно, закупая китайские лонжероны, а мосты предлагались на выбор — из Китая, Германии или Белоруссии. Любопытно, что кабины отгружал Минский автозавод, но их оснащали оригинальным оперением, а также основательно дорабатывали — перекладывали электропроводку, улучшали шумоизоляцию и тому подобное. Теперь, когда мановские моторы окончательно стали санкционкой, от белорусско-немецкой дружбы осталось одно название. Поэтому технике пришлось примерить рядные шестёрки поднебесного происхождения. Это Вейчай мощностью 430, 460 и 550 сил. Впрочем, китайцы готовы поставлять не только отдельные агрегаты, но и автомобили целиком. Так, по итогам июля, Шаньси, Хова и Фау суммарно продали на российском рынке более двух тысяч единиц техники, тогда как КАМАЗ реализовал две с половиной тысячи машин. Как стало известно телеканалу Автоплюс, именно русский грузовой автогигант, предвидя дальнейший рост популярности грузовиков из КНР, активно лоббирует повышение утилизационного сбора, чтобы сделать азиатские модели менее привлекательными. Кроме того, в набережных Челнах надумали предложить грандиозные скидки на свои самые ходовые модели. На самосвалы, шасси и даже бетоносмесители теперь действуют фиксированные цены, не подвластные дилерам. Это будут машины 6х4, оборудованные восьмицилиндровыми моторами КАМАЗ-740 и механическими коробками ZF. Цены от пяти с половиной до семи миллионов рублей, в зависимости от модификаций. Кроме того, придворная лизинговая компания объявила распродажу автопоездов на базе модели КАМАЗ-5490. В состав автопоезда также входит полуприцеп-рефрижератор Тонар, оборудованный холодильной установкой Кэрриер.